Жители Бреста постепенно привыкают к новым деньгам. Брещане признаются, иногда при расчетах возникает путаница, но уверены, со временем это пройдет. Большинство позитивно относятся и к внешнему виду купюр и монет. Пока не путаюсь, конечно. Но думаю, что поколению, которое постарше, им, наверное, даже может будет проще, они же помнят эти копейки советские. Вообще я отношусь положительно к новым деньгам, но пока еще трудновато сориентироваться. Конечно, сейчас необычно, это все ново, непривычно так. Будет путаница первое время, это естественно. Ну, пусть со временем мы привыкнем к этому всему. Проведение деноминации – дело не одного дня. Комплекс мероприятий был реализован в банках страны. Иток напряженной многомесячной работы, отсутствие серьезных проблем и сбоев уже в первые часы и дни после перехода на новые деньги. Новые деньги вызвали интерес соответственного населения, но и возникли трудности подсчетов, так как в обращении уходит параллельно образца 2000-2009 года, денежные знаки. Работники банка предлагают максимальные усилия для оказания помощи. Я, как специалист банка, посоветовала бы населению для простоты, для удобства расчетов пользоваться, максимально пользоваться платежными картами. Беларусьбанк предлагает широкий спектр платежных карт для разных слоев населения. Не возникло вопросов из серии торговли. Работники магазинов прошли специальное обучение и готовы прийти на помощь запутавшимся в нулях, а точнее их отсутствии покупателям. Кассиры при расчете с покупателями на данный момент называют, проговаривают две суммы в деноминированных рублях и в неденоминированных рублях для удобства покупателя, для того, чтобы покупатель быстрее привык к переводу сумм в новые денежные единицы. Сбоев у нас никаких нет, покупатели вроде привыкают потихонечку, кто не понимает, помогаем. Несмотря на некоторые опасения в связи с проведением деноминации, криминогенная обстановка в части мошенничества и фальшивомонетничества не ухудшилась. В настоящий момент в Бресте случаев подделки не зафиксировано. Специалисты предполагают, если последние и будут иметь место, то в очень несущественном количестве. Белорусские деньзнаки и старого образца были надежно защищены. При производстве новых купюр созданы дополнительные охранные механизмы. Новые денежные билеты, конечно, защищены гораздо лучше, чем старые, потому что есть еще такое средство защиты, оно и для укрепления купюры, и для надежности, и более долговечности ее. Это конистон, это водяные знаки. В углах каждой купюры есть водяные знаки, они на просвет также видны в виде чередования темных и светлых линий. Они намного прочнее укрепляют бумагу и делают ее прочтение где-то на 50%. Также цветопеременная краска. Раньше она не использовалась в наших купюрах. Она есть в долларах, она есть в евро, но в белорусских купюрах она не использовалась. Купюры традиционно проверяются на ощупь и на просвет. Надписи о банке и номинале рельефные. Должен присутствовать водяной знак. На монетах обращают внимание на четкость чеканки, магнитные свойства. Настоящие монеты легко крепятся к магниту. Звук должен быть четкий монетный перезвон и прочность. Просто так монету в руках не согнешь.